Доброе утро, уважаемые студенты! Здравствуйте! Сегодня мы с вами продолжаем тему наших изучений. Это микроскопические организмы, способные вызывать заболевания у человека. И тема сегодняшней нашей лекции – это систематика и морфология вирусов, бактериофаги и их способ их применения. Сейчас я включу демонстрацию экрана, и мы с вами продолжим нашу лекцию. Всем видно, да? Хорошо. С систематикой морфологии вирусов, бактериофагии и практических применения. И начнем мы с вами изучение систематики, знакомиться с раздела систематики вирусов. Вирусы отнесены к царству вира. В основу их классификации положен тип нуклеиновой кислоты, образующий геном. Соответственно, выделяют дезокси – рибовирусы, ДНК-вирусы и рибовирусы, РНК-вирусы. Для вирусов предложены, кроме того, следующие токсономические категории. Посмотрите внимательно. Семейство, подсемейство, род и вид. Вот категория подсемейств и родов разработана еще пока не для всех вирусов. Вообще, надо сказать, что вирусы открыты довольно-таки недавно. Если вы помните нашу прошлую с вами лекцию, где мы упоминали выдающегося вирусолога, основоположника вирусологии, это Ивановского, который открыл вирус табачной мозаики, начало открытия эпохи вирусов началось с 1892 года, то есть относительно недавно. Поэтому исследование в этих структурах ведется до сих пор, поэтому подсемейство род нам будет встречаться нечасто. Однако остается основной токсон в классификации вирусов, так же, как и в классификации бактерий – это вид. Видовые названия вирусов обычно связывают с вызываемыми ими заболеваниями. Например, вирус бешенства, либо по названию места, где они были впервые выделены. Например, вирус коксаки или вирус Эбола. Вот здесь в данном случае на слайде выделено красным таким кантом как раз-таки вирус бешенства, его систематика. Принадлежит он к семейству Рабда-Вирида. Посмотрите внимательно, у всех вирусов окончание у семейства на Вириде, а у рода на вирус, род Лисовирус. И вид вирус бешенства, то есть учить довольно-таки просто, легко, то есть по названию заболевания. Кроме того, сегодня можно встретить токсономическую такую категорию, как серовары у царства вира, поскольку серовары нам дают понимание антигенной структуры. Хорошо вам известен, например, вирус Герпеса, если кто-то сталкивался с этим заболеванием. Так вот, на сегодня открыто два типа вируса простого Герпеса. Это вирус простого Герпеса первого типа и вирус простого Герпеса второго типа. Они отличаются друг от друга как раз-таки по этой антигенной структуре. Для всех вирусов характерны одинаковые признаки. Первое – содержит лишь один тип нуклеиновой кислоты, только, обратите внимание, только или РНК, или ДНК. Не имеет собственных белок синтезирующих и энергетических систем. Не имеет клеточная организация, то есть это не клеточная форма жизни. Обращаю еще раз внимание, обладает дизъюнктивным, разобщенным способом репродукции. Что это? Это синтез белков и нуклеиновых кислот происходит в разных местах в разное время. Кроме того, они строгие облигатные паразиты. То есть размножаться они не могут вне клетки. Строгие облигатные паразиты. И кроме того, есть такое понятие, как вирус проходит через бактериальные фильтры, что говорит о значительно малых размерах. Измеряются вирусы в нанометрах. Поэтому, в общем-то, они даже меньше бактериальной клетки в тысячу иногда раз. Все эти признаки можно охарактеризовать таким одним предложением. То есть вирусы – это не клеточная форма жизни, представляющая собой автономный генетический материал. Сейчас, секунду, приму. Автономный генетический материал, способный размножаться в чувствительных по отношению к ним клетках, как в растительных клетках, в животных клетках, так, в общем-то, и в бактериальных клетках. То есть вот это одним словом, что мы можем с вами сказать о этих признаках. Ну и приступаем к знакомству с разделом морфологии вируса. Здесь, в данном случае, на слайде представлен коронавирус. Наш вирус в последнее время, который наиболее стал актуальным. Современные ученые, группа одних ученых назвала этот вирус, в общем-то, таким морской миной, похожей на морскую мину, мина замедленного действия. Что-то действительно в этом есть. Посмотрите, какое у нее строение у этого вируса, коронавируса. Это сложный вирус. Сейчас мы с вами с ними познакомимся с этим строением. Вообще, вирусы, они могут существовать в двух формах. Это внеклеточная, посмотрите внимательно, форма. Вирион называется. Вот это, обращаю ваше внимание, что это нужно запомнить, записать. То есть внеклеточная форма существования вируса – это вирион. И внутриклеточная форма существования – вирус. Он представляет из себя как раз-таки только нуклеиновую кислоту. И что же такое вирион? Вирион, в общем-то, представляет собой конечную фазу развития вируса, включающий в себя полный набор структурных и функциональных элементов. Здесь на слайде как раз представлены компоненты вириона. Упакованные они в единую частицу. Вот такая форма характерна для внеклеточной стадии жизненного цикла вируса. Однако, обращаю ваше внимание, что вирион – это всего лишь обозначение морфологической единицы. Его не стоит, знаете, отождествлять с понятием вирус. Поскольку вирус, несмотря на то, что это просто нуклеиновая кислота, он, в общем-то, включает в себя всю совокупность биологических свойств, характеризующих этот таксон, а не только способ строения. Далее. Посмотрите, какие бывают интересные формы у вирионов. Они могут быть разнообразны в природе. Это и плачковидная, например, вирус табачной мозаики, который открыт как раз-таки Ивановским. И сферическая форма, например, вирус полиомелита. Это очень-очень самый маленький вирус, вирус полиомелита. Очень интересная форма, например, у вируса бешенства. Посмотрите, пулевидная такая форма, довольно-таки интересная. Она же, в общем-то, и диктует свойства определенного вируса. Ну и хорошо вам знакомая, может быть, еще с курса школы, вид вот эта форма сперматозоида, которую вы помните, когда изучали, ознакомились с бактериофагами. То есть тоже довольно-таки интересная форма у вирусов. Кроме того, вот здесь в данном случае, обращаю ваше внимание, этот слайд вам нужно будет записать. Его нужно законспектировать. Презентацию лекции выложу на образовательный портал. То есть вы можете еще раз с ней будет познакомиться. И, соответственно, вот этот слайд попрошу вас отметить. Различают вирусы на просто устроенные, или мы говорим простые вирусы, и на сложно устроенные, или мы их называем сложные вирусы. Отличаются они по строению. Простые вирусы состоят только из нуклеиновой кислоты, то есть РНК или ДНК, и одеты они в белковую оболочку, капсид. Обращаю еще раз внимание. То есть сама нуклеиновая кислота одета в белковую оболочку, капсид. Иногда мы говорим нуклеукапсид, называем эту всю форму. А вот сложно устроенные вирусы имеют еще одну дополнительную оболочку, которую мы называем суперкапсид. Очень часто в литературе вы будете видеть названия, такие как оболочечные вирусы. И вот название оболочечный вирус, это как раз-таки и говорит о том, что это сложно устроенный вирус, который имеет суперкапсид. Суперкапсид представлен, в общем-то, липопротеинами. Он состоит из липопротеинов. Кроме того, на суперкапсиде находятся, в общем-то, гликопротеиновые шипы или шипики, мы их иногда называем. Это такие пепломеры, с помощью которых как раз идет прикрепление вируса активное. То есть они являются рецепторами и антигенами. И сложно устроенных вирусов также встречается именно под суперкапсидом матриксный белок. Вот здесь в данном случае на слайде, вы можете его видеть, покрашен в красный цвет, вот это как раз-таки матриксный белок. Еще раз повторяю, таким образом мы все вирусы делим на простые вирусы, не оболочечные, то есть не имеющие суперкапсида, и на сложно устроенные вирусы, на сложные вирусы, которые имеют дополнительную липопротеиновую оболочку суперкапсид. То есть это два понятия, которые вы должны запомнить. И таким образом, подытоживая, мы можем сказать, что вся классификация вирусов строится на морфологии вирусов, то есть ДНК, содержащий или РНК, это содержащие вирусы, и вирусы с оболочкой, то есть имеющие суперкапсид, и вирусы без оболочки, не имеющие суперкапсида. Вот здесь на слайде представлены как раз-таки все вирусы, которые, в общем-то, вызывают заболевания у человека. Посмотрите, они тоже бывают разных размеров, то есть от нескольких, 15 нанометров, а некоторые большие и крупные вирусы доходят до 400 нанометров, то есть разные размеры у них еще присутствуют. Ну и переходим к репродукции вирусов. Репродукция или размножение, или деление, или по-другому еще как раз-таки размножение вирусов. В общем-то, мы с вами упомянули о том, что вирусы являются строгими, облигатными паразитами. Они не могут размножаться вне клетки. Им необходима просто клетка, в которой они как раз-таки могут перестроить белоксинтезирующую систему хозяйской клетки, которая поможет им размножаться. И вот существует три типа взаимодействия вирусов с клеткой. На сегодняшний день открыто три типа. Это первый тип – продуктивный тип образования новых вирионов, то есть когда уже происходит потом в дальнейшем вирусная инфекция, то есть вирусы репродуцируются, образуются многие новые вирионы, которые захватывают все новые клетки. Таким образом, в общем-то, идет вирусная инфекция, вирусный процесс. И вот следующий тип – абортивный тип. Вот здесь в данном случае тоже очень интересный тип, когда вирус попадает внутрь клетки, но характеризуется вот это все прерыванием инфекционного процесса внутри клетки. Поэтому внутри клетки вирионы не образуются. Вот данный тип до сих пор еще, в общем-то, находится в стадии изучения, потому что многие исследователи не могут понять закономерности прерывания вот этого процесса, поскольку разные клетки по-разному, в общем-то, относятся к вирусам. Но я думаю, что в дальнейшем, когда будет абортивный тип расшифрован полностью, это, в общем-то, нам поможет в лечении. Ну и на сегодняшний день интересный тоже тип такой, который пристальное внимание привлекает как ученых, так и врачей, это интегративный тип или вирогения. Заключается она в том, что вирусная ДНК, попадая внутрь клетки, встраивается в нашу с вами хромосому, или, будем говорить, в хромосому клетки хозяина, в виде провируса. Здесь вот выделено красным словом, это новый термин, да, провирус. И дальше они уже вместе сосуществуют. Вот этот интегративный тип может приводить к таким, в общем-то, инфекциям, как интегральная инфекция. Интегральная инфекция, она не сопровождается синтезом вирионов, как я уже сказала, да, то есть вирусная ДНК или РНК встраивается в нашу хромосому, встраивается в ДНК хозяйской клетки. И вот все это может сопровождаться аутоиммунной реакцией по отношению к инфицированным клеткам. Кроме того, может это приводить и к опухолевым перерождениям последним. То есть этот тип, довольно-таки интегральный тип инфекции, довольно-таки опасен в плане того, что приводит вот к таким последствиям. Например, вот первичный рак печени у людей, да, перенесших гепатит, связывает как раз-таки вот встраиванием ДНК вируса. Гепатита В в геном, значит, гепатоцитов. То есть аутоиммунные реакции, которые возникают при синтезе, например, встроенного участка РНК или ДНК вируса в наш геном, который синтезирует белки или антигены, да, в общем-то наша иммунная система воспринимает нашу клетку с вами как вражескую, да, имеющую такие вражеские антигены и атакует. Все это приводит вот к таким последствиям. То есть интегральная инфекция на сегодняшний день – это очень такая интересная тема, которую подробно изучают, в общем-то, ученые клиницисты. Ну а мы с вами, в общем-то, будем знакомиться как раз-таки с продуктивным типом взаимодействия вируса с клеткой, который приводит к инфекционному процессу именно вирусной инфекции. И для того, чтобы произошел вот этот продуктивный тип взаимодействия, первое, что должна, что должен сделать вирус – это прикрепиться или, мы говорим, адсорбироваться. Иногда встречается такой термин, как адгезия, да, то есть адсорбируется вирус на клетку, затем он проникает внутрь клетки и при этом как раз-таки здесь в данном случае отличие от строения вируса – простой это или сложно устроенный вирус. У простых вирусов белковая оболочка, она остается за пределами клетки, а вот сложный вирус проникает внутрь клетки благодаря как раз-таки слиянию суперкапсида с плазматической мембраной, то есть происходит так называемый рецепторный эндоцитоз. Здесь вот на слайде очень четко показано, да, все это. Кроме того, как только вирус проник внутрь клетки, происходит формирование вирусных частиц. Осуществляется он за счет ферментов и механизмов биосинтеза зараженной клетки, да, то есть вирус пользуется именно в белоксинтезирующей полностью системы клетки. Вирус заставляет работать эту систему на себя, и этот процесс как раз-таки включает несколько этапов. Вначале идет генетический материал Авериона попадает в клетку хозяина, затем протекает репликация генома, то есть создание, вот посмотрите, множество копий генетических молекул, да, ДНК или РНК, затем идет трансляция белков и генетических элементов как раз-таки на рибосомах, да, хозяина, затем идет синтез белковых и генетических элементов, они оба соединяются в нуклеокапсид, и дальше уже полноценный вирус простых вирусов, а у сложных сборка завершается в момент выхода как раз-таки частиц из клетки, в процессе которых происходит обволакивание вот этого белкового копсида плазматической мембраны клетки, цитоплазматической мембраны, да, содержащей заранее встроенные уже в нее рецепторные белки. То есть выход происходит как раз-таки за счет вот этого экзоцитоза, да, то есть выходят сложно устроенные вирусы как раз-таки с кусочком нашей с вами цитоплазматической мембраны. Ну и продуктивный тип завершается, конечно же, образованием нового поколения. Обращаю ваше внимание, что здесь в данном случае происходит двумя способами образования нового поколения. Это когда клетка при выходе вирионов гибнет, то есть происходит лизис зараженных клетки, и когда вирусы выходят из клетки, не разрушая ее, то есть нецитолитическая форма. Вот посмотрите, на данном слайде показано вот такой вот процесс почкования, вот здесь фотография. То есть при лизисе клетки, то есть когда происходит разрушение клетки, взрывной механизм, как правило, он свойственен для простых вирусов, безоболочечных вирусов, идет лизис клетки. А вот для сложных вирусов характерен как раз-таки путь почкования через мембрану клетки, или в результате вот этого экзоцитоза. То есть сложно устроенные вирусы не разрушают клетку макроорганизма. Вот на данном слайде здесь более подробно показана схема выхода вирусных частиц, репликация, сборки, созревания, то есть здесь более подробно в этом плане. Ну и переходим мы с вами к типу вирусных инфекций. К типу вирусных инфекций. На сегодняшний день, конечно же, мы с вами все уже в течение этого года столкнулись, что же такое вирусная инфекция. Это у нас там с вами на слуху. Кроме того, я надеюсь, не все, да, кто-то переболел вирусной инфекцией, которая вызывала коронавирус, и может представить себе вообще, как идет инфекционный процесс. Так вот, инфекционный процесс, характерный для вирусов, он состоит, складывается из двух таких групп. То есть это бессимптомный инфекционный процесс, когда время пребывания вируса в организме может быть непродолжительным, или мы называем инаппаратная инфекция. А вот хуже, когда бессимптомно, а вирус еще и к тому же остается длительно в организме, то есть мы говорим о латентной инфекции. Здесь в данном случае более так настораживающий, в общем-то, фактор. Ну и хорошо нам известно, когда инфекционный процесс, вирусный инфекционный процесс сопровождается таким развитием клинической симптоматики, которая тоже зависит от времени пребывания вируса в организме, то есть может быть острая инфекция. Мы тоже хорошо с ней с вами знакомы, клинические проявления, такие как слабость, температура, головокружение, то есть острая идет инфекция. И вот далее вирус, если, например, лечение протекает неверно, или свойств макроорганизма от особенностей его, может происходить хронизация процесса, то есть острая инфекция перетечь в хроническую инфекцию. Кроме того, свойства вируса у некоторых вирусов таково, что они могут длительно персистировать в организме и в таком случае могут вызывать медленные инфекции. С ними мы подробно с медленными инфекциями ознакомимся на дальнейших лекциях, на практических занятиях. У нас целое будет, целое практическое занятие по медленным инфекциям. Ну и далее, какие существуют механизмы поражения вирусами клеток? Это нарушение обмена веществ в клетке. Ну это понятно, вирус, попадая в клетку, полностью перестраивает как раз-таки всю систему работы клетки, то есть нарушает обмен веществ. Кроме того, созревание большого количества бериона, репродукция вируса может вызывать цитопатические действия. Кроме того, могут происходить изменения клеточной мембраны, как я уже сказала, когда вирус начинает синтезировать антигены, свои белки, которые встраиваются в клеточную мембрану. За счет этого идет индукция иммунной реакции против инфицированной вирусом клетки. И кроме того, еще самое на сегодняшний день изучаемое объектом является как раз-таки интеграция вируса в геном клетки хозяина, перерождение которой в дальнейшем может приводить к опухолевым трансформациям инфицированной клетки. Здесь в данном случае этот механизм более подробно изучается. Патогенез вирусных инфекций тоже довольно-таки интересный, поскольку он обусловлен особенностями как раз-таки взаимодействия вирусов с клетками. И существуют две основные особенности, которые обязательны, как правило, эти две особенности. На этих особенностях, в общем-то, строится в дальнейшем и лечение, и диагностика заболевания вирусной инфекцией. То есть для вирусной инфекции характерна обязательная стадия вирусумии. Что такое вирусумии? Это когда вирус находится в крови. Не обязательно, что это продолжительное время, но какое-то время вирус всегда будет находиться в крови. Это правило для всех вирусов. Однако существует, конечно же, всегда но. То есть кроме ряда инфекций, вызванных нейротропными вирусами. Вирусами, которые не попадают в кровь, которые двигаются по нейронам, например, вирус бешенства. Но для всех остальных вирусов характерна стадия вирусумии. Поэтому мы всегда в крови можем найти с вами вирусные частицы, то есть РНК или ДНК с помощью как раз метода ПЦР. Это вы должны понимать. Кроме того, при любой вирусной инфекции поражаются иммунокомпетентные клетки. Поэтому тоже практически все вирусные инфекции сопровождаются иммунодефицитом. Это уже такой посыл для лечения вирусных инфекций. Когда нам необходимо будет укреплять свою иммунную систему для того, чтобы помочь бороться как раз таки с вирусной инфекцией. И поскольку мы с вами сказали то, что вирусы – это строгие облигатные паразиты, и они не могут существовать вне клетки, то есть, вернее, существуют и могут репродуцироваться, размножаться они не могут вне клетки, тогда им отсюда вытекает, что культивирование, то есть получение вирусов, возможно только в организме или лабораторных животных, или внутри куриного эмбриона, или внутри культуры клеток. То есть вирусы культивируются только внутри лабораторных животных, в куриных эмбрионах или культуре клеток. Это вы должны запомнить. И еще вам обращаю ваше внимание и прошу записать вот данный слайд себе в тетраде обязательно, поскольку вот этот слайд поможет вам, вот эта даже таблица поможет вам в дальнейшем четко понимать методы диагностики вирусных инфекций, применяемые для диагностики вирусных инфекций. То есть этот слайд в дальнейшем просто-напросто у вас будет ну как бы такой вспомогательный материал. Еще раз повторяю, что способ выделения этой культуры клеток куриного эмбриона и организма восприимчивого животного. И вот что же такое индикация? Существуют способы индикации, то есть выявление наличия вируса. Но представьте, вирус это такой мелкий-мелкий организм, который попадает внутрь клетки, и нам с вами его нужно понять, что клетка поражена вирусом. Во-первых, нам надо понять, что поражена вирусом клетка. Потом понять, что же это за вирус. И в таком случае, здесь, в данном случае, как раз-таки у нас есть способы индикации. Как мы можем понять, что в общем-то есть вирус внутри клетки? Это, конечно же, по цитопатическому действию, то есть по образованию включения внутри клетки. То есть мы можем с вами рассмотреть в микроскоп как раз-таки клетку, она очень крупный объект, и увидеть какие-то изменения внутри клетки. То есть или это включение, или это цитопатическое действие, или, возможно, это бляшкообразование, если мы говорим о культуре клеток. А вот идентифицировать, что же это за вирус, мы можем только с помощью методов серологических реакций. То есть серологическая диагностика, основанная на серологических реакциях. Их огромное множество, этих реакций, которые нам позволяют определить конкретный вид вируса. Вот данную таблицу, еще раз говорю, вам нужно перерисовать, переписать, который вам в дальнейшем будет помогать. Более подробно мы останавливаться будем на практических занятиях по индикации, идентификации, рассматривать каждую серологическую реакцию отдельно. То есть это будет на практических занятиях. Ну а вирусологические методы диагностики, которые применяются сегодня во всем мире, это три метода диагностики. Первый – это вирусоскопический метод диагностики. Но еще раз напомню, вирусы – это очень-очень малые размеры. И, соответственно, применять для них, для изучения вируса, можно только, например, электронный микроскоп, который обладает большим разрешением и может нам позволить изучить вирусы и его строение. Не каждая клиника, в общем-то, имеет в своем арсенале электронный микроскоп. Это очень дорогостоящие оборудования. Поэтому некоторые ученые разрабатывают методы определения вирусов с помощью светового микроскопа. Так, например, Морозов предложил увеличение размеров бирионов путем покрытия их солями серебра. Но тоже довольно-таки хлопотный метод. Поэтому в клинике, конечно же, в широкой клинике, в практической клинике, применяются все-таки цитологические методы диагностики, когда мы с вами под микроскопом рассматриваем клетку и смотрим какие-то изменения, которые произошли внутри нее, вследствие как раз-таки репликации в них вирусов. Здесь, в данном случае, на слайде, показаны тельца гварнери. То есть, что это за тельца? Это тельца, которые представляют себе скопление вирионов, которые, в общем-то, называются включения. В данном случае, вот прямо сразу же в клетке можно обнаружить вот эти включения. Это вирус натуральной оспы, который репродуцируется в цитоплазму. Кроме того, конечно же, основным методом, еще раз повторяю, основным методом диагностики вирусных инфекций на сегодняшний день остается серологический метод диагностики. Тоже, скорее всего, вам уже встречалось это, когда вас проверяли на коронавирусную инфекцию и просили сдать кровь на обнаружение или антител, если вы уже болели, да, то есть определить, есть ли антитела у вас в крови, или вас просили сдать кровь методом ПЦР, когда определяли, например, вирусную РНК или ДНК в крови у вас. Здесь в данном случае серологический метод реакции указан. Ну и с вирусами для, как возбудителя инфекционного заболевания человека, мы с вами заканчиваем на этом и немножечко познакомимся с вирусами, которые поражают бактериальные клетки. Называем мы такие вирусы бактериофаги. Для них характерны все те же самые свойства, поскольку это все-таки вирусы, да, это и не клеточные формы жизни, и содержат нуклеиновую кислоту одну только ДНК или РНК, и облигатные внутриклеточные паразиты. Строение бактериофагов практически такое, как у всех вирусов, то есть вне клеточная форма – это вирион, а внутриклеточная, в общем-то, вегетативная форма – это, например, молекула ДНК или РНК. Вирион, однако, у некоторых бактериофагов имеет сложное строение, смешанный тип такой вот симметрии, когда вирион состоит из головки, представленном белковым капсидом и нуклеиновой кислотой, а сам отросток, вот посмотрите на эту фотографию, да, сам отросток имеет тоже белковую природу и такой вот спиральный тип симметрии, плотно закрученный. Вообще бактериофагов значительно множество, делят их всего на 6 групп, хорошо изучены 4-6 группы, как крупные фаги возбудителя заболевания, возбудители как раз-таки инфекции, поражают бактерии. Вот подробнее, посмотрите, анатомию бактериофага. Очень интересно то, что на конце хвостового отростка имеются вот такие фибрилы с базальной мембраной, которые позволяют бактериофагу прочно прикрепиться к бактериальной клетке. Кроме того, бактериофаг в своем арсенале имеет фермент лизоцин, который впрыскивает, помогает разжижать клеточную стенку, тем самым быстро бактериофаг может впрыснуть молекулу нуклеиновой кислоты внутрь бактерии. И тоже, как в общем-то все вирусы, бактериофаги взаимодействуют с клеткой бактерии двумя способами, вирулентные существуют фаги и умеренные фаги, которые вызывают как раз-таки вирулентная продуктивная инфекция, а умеренные фаги как раз-таки интегративную инфекцию, то есть встраивание спейсера вот этого фагового в геном бактерия. Но все этапы взаимодействия умеренных и вирулентных фагов тоже самое, что характерны для вирусов. Единственное только что сказать, что бактериофаг, когда происходит лизогенный путь, то есть встраивание фагового как раз-таки фагового ДНК в геном бактерия, здесь в данном случае происходит явление лизогинии, то есть образование вот этого профага, то есть встроенного фаговой частицы в геном бактерии. Вот этот процесс лизогинии может приводить к фаговой конверсии. Это очень важно для понимания, поскольку фаговая конверсия – это процесс изменения свойств бактерия. То есть появляется дополнительный набор генов, которые меняют саму бактерию, ее свойства. Это очень интересно наблюдать, например, на примере бактерии-возбудителя дифтерии, когда ДНК фага встраивается в хромосому бактерии и придает ей новые токсигенные свойства. То есть появляется токсигенное свойство, это фактор патогенности, обуславливающий как раз-таки возникновение заболевания дифтерии, и это свойство может передаваться дочерним бактериям, то есть бактерия делится, передается это новое свойство. И важное свойство всех бактериофагов – это специфичность. Это нужно вам запомнить, отметить себе, поскольку на этом свойстве как раз и строится вся дальнейшая диагностика. Применяются бактериофаги для диагностики инфекционных заболеваний, то есть в диагностике это фаготипирование или определение видовой принадлежности. И кроме того, применяются также для лечения и профилактики, поскольку бактериофаг специфичен, поражает определенные бактерии, не вызывает каких-то побочных действий, поэтому очень активно их применяют для лечения. Наиболее употребляемые препараты бактериофагов как раз-таки на сегодняшний день – это полипротеины, стафилококковый бактериофаг или поливалентный бактериофаг фаголизатов, то есть стриптококков и стафилококков. Вот здесь вы можете видеть, допустим, фотографию, где изображены как раз-таки эти макропрепараты бактериофаги, которые продаются в аптечной сети. Кроме того, на экзамене у вас будут макропрепараты, которые вы должны вот здесь будете определять. Ну и благодарю вас за внимание. Наша с вами лекция такая краткая закончена. Более подробно мы останавливаться будем с вами на практических занятиях по каждому этапу этой лекции. Какие-то вопросы есть? Здравствуйте. Меня слышно, да? Да. А я хотела бы узнать, Саня Ставан, Владимир, у нас сегодня будет практическое занятие с вами. Вы сказали, вторую тему подготовить, это по практике именно, да? Да. Там как раз раму, и будет опрос небольшой, правильно? Да, конечно. Все, спасибо большое. Пожалуйста. Есть еще вопросы? Продолжение следует... Продолжение следует...